План у нас теперь такой. Сейчас мы напишем еще одну рекуррентную формулу, на базе которой у нас получится еще один квадратичный алгоритм. Казалось бы, зачем, но бонус теперь будет в том, что этот рекуррентный, рекурсивный алгоритм уже будет несложно улучшить до алгоритма, который работает асимпатически быстрее, чем он в квадрате. Итак, новая рекуррентная формула будет такая. Перед тем, как мы ее напишем, давайте каждое наше число x и y разобьем на левую и правую часть. Напомним, что x и y это такие просто битовые строчки. Битовые строчки длины n. Давайте просто банально каждую из этих строчек порежем на две части. Вот, например, если у нас x был строчкой такой длины 4, 1, 1, 0, 1, например, то есть n было равно 4, то мы вот честно так по центру и порежем. 1, 1 и 0, 1 получится. Слева получится строчка, которая получилась слева, обозначим через xl, а строчку, которая справа, обозначим через xr. Это строчки, состоящие из n пополам битов. Как тогда можно, то есть x, это вот эта вся строчка, и его левая часть это xl, и его правая часть это xr. Как тогда можно записать x? Это вот такая вот строка 1, 1, а вместо правой записано 0, 0, ну и плюс xr, то есть 0, 1. Это, если сложить вот такие два числа, то это и получится наш x. Число, которое написано сверху, это xl умножить просто на 4, то есть сдвинутое налево два раза. 4 это, на самом деле, 2 в степени n пополам у нас, то есть к нему дописано n пополам нулей. Ну, а правое это просто число, которое написано снизу, это xr. Ну, вот, получилась вот эта вот наша формула. Если число разрезать на две части, обозначить левую часть за xl, правую часть за xr, тогда просто число на число x равняется 2 в степени n пополам умножить на xl плюс xr. То же самое мы сделаем с y. Итак, вот представили числа x и y через их половины. Ну, давайте теперь просто посмотрим, как произведение x и y перепишется через эти половины. Вот, честно запишем x, как 2 в степени n пополам умножить на xl плюс xr. И честно запишем y, как 2 в степени n пополам умножить на yl плюс yr. Теперь в полученном выражении давайте раскроем скобки. Получится у нас следующее. 2 в n умножить на xl, yl плюс 2 в степени n пополам умножить на скобку, в которой xl, yr плюс xr, yl. И, наконец, оставшееся слагаемое это xr, yr. Например, ну вот, основываясь на этой рекуррентной формуле, также можно написать рекурсивный алгоритм, который будет заниматься следующим. Он получил на вход два числа x и y. Если у них длины довольно короткие, если они сами короткие, то есть длина небольшая, например, n равно 1, ну или там n не больше, чем, скажем, 16, тогда числа можно перемножить и непосредственно. При этом числа помещаются в стандартный тип какой-нибудь, и нам не надо особо возиться с их перемножением. Если же числа все еще довольно длинные, мы каждое из них режем пополам, вот как показано сверху, на две части. После этого мы делаем 4 рекурсивных вызова. Мы перемножаем сначала xl, yl и yl, то есть вызываем нашу процедуру для двух чисел, xl и yl. Дальше перемножаем, также второй рекурсивный вызов делаем для xl, yr, дальше xr, yl и, наконец, xr, yr. Делаем 4 рекурсивных вызова. У нас получаются все вот эти произведения. Рекурсивные вызовы нам их возвращают. Заметьте, что мы действуем как раз по методу разделяй-властвуй. Мы получили длинные числа, это большая задача, непонятно, что с ней делать. Мы разбили на 4 более маленькие задачи, 4 задачи для чисел размера n пополам. Мы решили их рекурсивно, все эти рекурсивные вызовы раскрылись, какие-то другие вызовы. Это сейчас не важно, важно, что эти рекурсивные вызовы вернули нам ответы. И вот сейчас мы из этих ответов собираем ответ для нашей исходной задачи. Вот у нас эти 4 числа получены. Что с ними надо теперь сделать? Ну, надо сначала сложить вот эти 2 числа. Сложить и дальше умножить на 2 в степени n пополам. И сложение и домножение на степень двойки, как мы уже с вами знаем, это довольно простые линейные операции. Сложение делается за линейное время, умножение на степень двойки это просто тоже сдвиг. Поэтому тоже делается за линейное время. Ну, дальше вот это еще число надо домножить на степень двойки. После этого сложить все 3 числа. И вот оно готово, наше произведение x умножить на y. Мы не будем выписывать соответствующий алгоритм, но скоро запишем очень похожий на это рекурсивный алгоритм. Сейчас же давайте еще раз посмотрим на рекуррентное соотношение на время работы, которое у нас получилось. Итак, время работы обозначим через t от n. Время работы перемножения двух n-битовых чисел. Тогда можно записать на него такое рекуррентное соотношение. t от n равняется 4t от n пополам плюс o большой от n. Это стандартное такое рекуррентное соотношение на время работы алгоритмов, основанных на методе разделяй-властвуй. Вот эти 4 рекурсивных вызова, они вот здесь вот у нас, мы с ними разбирались уже. Это то, сколько уйдет на вычисление вот этих 4 произведений. Что такое время у от n? Время у от n скрывает в себе много всяких факторов. Во-первых, это время, которое мы потратили до того, как сделали рекурсивные вызовы. То есть пока мы числа x и y разрезали, не знаю, скопировали мы эти биты куда-то или просто передали вот эти куски соответствующие, ну то есть индексы кусков. Но так или иначе, потратили мы время не больше, чем у от n. А также это у от n включает время, которое мы потратили после рекурсивных вызовов. То есть когда мы вычисляли ответ. Вот домножали мы здесь на степень двойки. Вот на это сложение. Вот на это умножение. На степень двойки. На это сложение. И, наконец, на это. Все это скрыто во большом от n. Мы с вами скоро научимся решать такие рекуррентные соотношения и узнаем, что вот из этого рекуррентного соотношения следует, что t от n растет не быстрее, чем квадратичная функция. То есть t от n это o от n в квадрате. Ну давайте напишем равенство. Хорошо, прямо сейчас мы этого доказывать не будем, но скоро научимся. А пока что давайте это рекуррентное соотношение улучшим. Улучшим мы его следующим образом. Итак, вот оно наше выражение произведения чисел x и y через их половинки. Напомним еще раз, это 2n умножить на произведение левых половинок плюс 2n, 2 в степени n пополам умножить на сумму произведений таких вот перекрестных половинок плюс произведение правых половинок. Хорошо, раньше мы честно делали вот эти вот все 4 рекурсивных вызова. У нас явно выделяются здесь 4 произведения, для которых можно было бы сделать 3 рекурсивных вызова нашего алгоритма. Давайте вместо этого сделаем нечто на первый взгляд странное. Мы сделаем 3 рекурсивных вызова. Первый рекурсивный вызов вычислить нам произведение xl на yl. Совершенно понятно, зачем мы это сделали. Нам такое произведение нужно знать, чтобы вычислить x и y. Второй рекурсивный вызов сделаем для двух чисел xr и yr. Вот оно нам тоже посчиталось. А третье произведение у нас будет немножечко странным. Мы попросим наш алгоритм рекурсивно перемножить два таких числа xl плюс xr и yl плюс yr. Зачем это сделано пока что непонятно, но вот сейчас на слайде совсем станет ясно. Смотрите, вот в нашем выражении для x умножить на y вот это число уже посчитано. Вот это число уже тоже посчитано. То, что нужно нам осталось сделать, это вычислить вот это число каким-то образом. Ну вот его-то мы и вычислим как разность наших, ну не знаю, как сумму там и разность наших трех произведений уже имеющихся. Давайте возьмем вот это вот число, которое нам любезно уже третьим рекурсивным вызовом посчитано. И вычтем из него два первых числа. То есть из xl плюс xr умножить на yl плюс yr вычислим два оставшихся результата рекурсивных вызовов. Вот несложно видеть, что то, что получится, это есть ровно то, что нам нужно. Если раскрыть скобки вот в этом произведении, то там и получится xl, yl плюс xr, yr, которые сократятся, когда мы вот это вот вычтем. А то, что останется, это ровно xl умножить на yr плюс xr умножить на yl. То есть ровно то, что нам нужно. Вот как чудесным образом получилось. Соответствующее рекуррентное соотношение тогда примет вот какой вид. tn равняется 3 умножить на tn пополам плюс uatn. То есть вместо четырех рекурсивных вызовов мы сделали всего три. Еще раз. Рекурсивные вызовы мы сделали такие. Вот он первый рекурсивный вызов, вот он второй рекурсивный вызов и вот третий рекурсивный вызов. Для чисел размера n пополам. Здесь есть небольшая тонкость, ну или неаккуратность. Вот числа, которые вот здесь вот мы перемножаем, а именно вот это и вот это, они могут быть длины не n пополам, а n пополам плюс 1. То есть числа xl и y и xr, они длины n пополам. Но когда мы их сложим, они могут стать длины на единичку короче. Поэтому здесь по-хорошему надо было бы написать не n пополам, а n пополам плюс 1. Но давайте не будем сейчас усложнять и напишем все-таки n пополам. Оценка, которая получится, она верна будет для рекуррентного соотношения, в котором была бы здесь плюс единица, но сейчас не хочется за собой ее таскать. Итого, вот такие три рекурсивных вызова у нас получились. А у от n, ну по-прежнему скрывает вот всякие операции, которые мы делали помимо рекурсивных вызовов. То есть вначале мы разрезали что-то, потом мы считали всякие суммы. В частности, вот эти суммы нам пришлось посчитать. Вот, все это включает в себя вот это вот наше O большое. Мы с вами уже совсем скоро покажем, что из этого рекуррентного соотношения следует, что t от n растет не быстрее, чем n в степени 1,1,6. То есть это быстрее, чем n в квадрате. Алгоритм, который у нас получится, будет асимптотически быстрее, основанный на этой рекуррентной формуле. Вот уже на следующем слайде мы приведем псевдокод этого алгоритма.